Иссык-Куль Первая причина отправиться в одно из фермерских хозяйств, находящихся в горах рядом с Иссыкулем. Выбираем северное побережье, ущелье Крычин. Если на севере Кыргызстана сезон кумыселечения длится всего полтора месяца, то здесь он в два раза больше. И все благодаря климату. Из-за обильных дождей в ущелье сделено с мая по август. На поляне установлены юрты, в которых можно отдохнуть несколько дней. Гостям подают не кумыс, а парное кобылье молоко. Оно полезно при язвах желудка, гастрите, слабом иммунитете. Кобылье молоко пьют пять раз в день и строго по времени. Первый прием ровно в 10 утра. Вот я и спешу. Нельзя опаздывать. Джупара – хозяйка юрточного городка. В ее ведении 10 кобыл. Они свободно пасутся в горах и сами приходят ко времени дойки. Я повесил на шею каждой кобылы GPS-трекер. Сижу в юрте и смотрю, где именно пасутся лошади. Очень удобно. Не надо чубана с ними отправлять. Кобылы узнают джипару по красному халату и платку. Стоит женщине переодеться в другое платье, лошади уже сопротивляются. В день по-разному получается. Но 10 литров молока от всех кобыл есть каждый день. Для эффективного лечения пить кобылье молоко нужно сразу после дойки. Именно в течение 5-10 минут сохраняются все витамины. А потом они просто улютучиваются. Пить эликсир здоровья можно и детям. Я в горах отдыхаю больше 10 дней и пью молоко. И чувствую себя бодрой. Поправить здоровье помогает не только молочная терапия. Очень хорошо укрепляет иммунитет активные прогулки по горной местности. А еще в ущелье популярен трекинг. Туристы договариваются с местными жителями и вместе добираются до горных озер. Они находятся отсюда в трех часах ходьбы. Летом в ущелье Кырчин медовый сезон. Человоды каждый год привозят сюда пасеки. Попробовать горный мед – вторая причина приехать на Исакульское побережье. Для безопасности нашей съемочной команде выдали вот такие шляпки в сеточку. Но сказали, что сегодня пчел можно особо не бояться, потому что сегодня солнечный день. В такую погоду пчелы добрые и не кусаются. Владимир вынимает рамы с сотами, а супруга Надежда качает мед. Именно она, потомственный пчеловод, знает все тонкости процесса. Догонка выкачивает мед. Это принцип центрофогии. Вот заправили. Теперь отправляем в работу. И как долго вам крутится? Здесь установлено на 2 минуты. Первый урожай меда – полевой, из нектара ранних цветов. Он отличается от горного более мягким запахом и меньшей вязкостью. Вот мед с пыльцой, который можно кушать один раз в день. Желательно. Утром натощак. Потому что здесь очень много пыльцы, и пыльца разные. Она может вызвать аллергию. Аллергикам нельзя. Утром натощак. Вообще поднимает иммунитет, поднимает демоглобин. Покупателей летом хватает, говорит Владимир. Кыргызский мед особенно любят туристы из Арабских Эмиратов. Третья причина приехать на Иссыкуль – окунуться в единственное в Кыргызстане соленое озеро Тускуль. Оно находится на южном побережье. Концентрация соли в озере Тускуль больше 230 граммов на литр. Поэтому на воде просто лежишь. Вода очень соленая. В ней не утонешь. Вот, посмотрите, сын просто лежит. Вот я его отпустил. Но надо быть осторожным. Если соленая вода попадет в глаза, то нужно быстро промыть чистой водой. Соленая вода содержит микроэлементы, которые помогают, например, при лечении кожных заболеваний. В озере полезна не только вода, но и грязь, которая находится на глубине. Вот я сейчас покажу примерно, какая она. Вот так вот она выглядит. Здесь из-за того, что мы на берегу, она еще светлая. Но если дойти до середины озера, она будет прям темная. Иловая грязь – по сути глина. На дне Тускуля ее три вида – черная, голубая и зеленая. Из глины делают маски и обертывания. Они помогают при ревматизме, артерите, артрозе. К сожалению, рядом с соленым озером нет душевых кабинок. Чтобы смыть с себя соль после купания, нужно идти к Иссыкулю примерно два километра. Отдохнуть на пляже – четвертая причина посетить Иссыкуль. Молодежь стремится на северное побережье. Водные прогулки на сапбордах – одно из популярных развлечений. На доске можно плавать размеренно около берега. А можно отплыть подальше и нырять. Но прежде нужно научиться на нем стоять. Стоя неудобно. Неудобно? А почему неудобно? А ровнее сетрун держать, да и упасть, это шанс больше. А, то есть есть шанс перевернуться. Да. Поэтому лучше вот так, на коленке, да? На коленке или это? Вот так, да? Да. Или сидя? Сидя и на коленке, как удобно. Небольшой мастер-класс от инструктора и можно в воду. Инструктор советует больше отдыхать, чтобы руки не уставали грести. Вода в озере прозрачная, так что с сапборда можно рассмотреть дно. Иссыкуль питает более 80 горных источников. В конце июля и в августе озеро теплое, как парное молоко. Так что туристический сезон в разгаре. После активного отдыха обязательно задержитесь в парковой зоне пансионата. Такие зеленые территории есть практически во всех зонах отдыха. Просто подышите и насладитесь вот такой красотой. В отличие от южного берега Иссыкуля, на северном огромный выбор гостиниц. А еще это место притяжения молодежи. Ночные клубы, пляжные вечеринки и дискотеки на любой вкус. Рестораны и кафе стараются каждый год удивить гостей новым меню – особой подачей блюд. Этногородок в северной части Иссыкуля привлекает туристов атмосферой. Как и полагается по кыргызским традициям, всех гостей дома угощают бурсоками или хлебом. Здесь же, в этом городке, эту традицию немного трансформировали и гостям подают дам-севет. Здесь, в этих небольших блюдечках, можно попробовать бурсок с жареным топленым маслом. Это по-кыргызски называется чуйога с медом. Либо просто с топленым маслом, либо с хаймаком. Это, кстати, мои любимые жирные сливки. Всех гостей встречает Бакыт Асалбе Гулум, основатель этногородка. Он воссоздал атмосферу X века. Стены из глины, шелковые ткани защищают от солнца. Можно отдохнуть на топчанах с пестрыми тушоками. Это мягкие матрасы с вышивкой. Главная достопримечательность – копия башни караханитских времен. Мы долго думали над центральной инсталляцией и решили, что это будет башня. Они были во всех древних городах нашего региона. Выполнена она в стиле древней башни Бурана, что в Чуйской области. Но у нее есть и практическая нагрузка. Башня служит дымоходом. Вокруг башни огромные казаны. В них горячий плов лагман. Супом из баранины угощают бесплатно. Здесь главная атмосфера. Мы полгода создавали это пространство. Искали старинную посуду, ковры. И сейчас организовали мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Больше всего туристы любят делать манты. Гостям помогает Акрам Аширов, шеф-повар заведения. Я вот эту манты научился на принцип, короче. В одном месте пришел, сказали, манты умеешь лепить? Я говорю, нет, могу научиться. А тогда не берем на работу. Ну, потом всю ночь я дома попробовал. И у меня получилось. Я тоже решила попробовать сделать манты. Оказалось, что сформировать из теста красивую розочку с начинкой не так-то просто. Гошмар. Это что за уродица? Я надеюсь, эти манты никто не увидит, конечно. Ой, еще секундочку. Мне даже это стыдно показывать. Или еще другой вот. Ну, вот что-то такое. Ага. Так, сгибаю, да? Гости могут также приготовить бурсоки, заварить чай, узнать тонкости приготовления бешбармака. Здесь не только иностранным туристам интересно, но и кыргызстанцам. Наши дети не знают многие наши традиции, а здесь можно им все показать. Очень интересно. Озеро Иссык-Куль интересно в любое время года. Но летом здесь царит атмосфера праздника, из которого не хочется уезжать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова